Давайте немножко поговорим об Измаиле. Я вижу, что я полностью всех патриархов рассказать подробнее не смогу, но у нас обычно мало уделяется внимания личности Измаила и тому, что Бог в своем Божьем плане сделал для Измаила и его потомков. Если есть Божий план в отношении Авраама, Исаака, Якова, как вы думаете, есть Божий план в отношении Измаила? Потому что, опять-таки, вот такое черно-белое мышление, ага, Авраам не послушался Бога, и вот на тебе явился Измаил, да? И отсюда все страдания еврейского народа. Если бы Авраам был послушным Богу, Измаила бы не было. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, раз Измаил родился, то Бог тоже ему предоставил какой-то определенный план. И вот если, смотрите, в отношении Якова и Исаака, сказано, что Бог возлюбил Якова, да, а Исаака что? Возненавидел, опять-таки, нет, слово возненавидел в эмоциональном смысле, да, а отделил, отверг от себя. А Исаака он отверг, более правильный, именно перевод, отверг Бог Исаака. То где-то сказано, что возненавидел Бог или отверг Бог Измаила. Правда? Удивительные вещи. Я заканчивал в свое время курсы по миссионерству среди народов ислама. Но поскольку я татарин, меня послали тоже на эти курсы. Там мы занимались, кроме того, что учились, изучали историю, и ислам изучали, и так основы Корана изучали. В общем-таки, довольно серьезные у нас были занятия. Ну, кроме этого, я там много еще читал в библиотеке. Мы там, кстати, совершенно самостоятельно начали изучать иврит с ребятами. Вот именно там я начал изучать иврит, а потом уже продолжил в Мигдали. И там мне попалась книжка, которая называется «Семья Авраама. Исцеление сломанной ветви». Я советую каждому эту книгу прочесть, если вы, тем более, будете говорить с представителями ислама. В интернете есть, но там не все главы есть в интернете. Автор – Дон Мак Керри, и называется «Семья Авраама. Исцеление сломанной ветви». Вы знаете, эта книга действительно перепахала в меня. Я совершенно стал по-другому относиться и к исламу, и совершенно по-другому относиться, стал к мусульманам, и в частности, к арабам. Я действительно верю, что ислам – это там стоит дух сандоизма, дух антихриста в исламе. Так же, как, между прочим, в современных хасидах там тоже дух антихриста. Дух антихриста может быть и в церкви Божьей. Об этом тоже предупреждали. Но в то же время я там очень много нашел для себя интересного. И я понял, действительно, что происходит, что-то сейчас в сердцах мусульман. Вы знаете, сейчас некоторые мусульманские общины, совершенно даже спонтанно, без каких-то миссионеров, переходят к Ишуа Мессии. При этом даже не знают, что делать с этими мусульманами. Они продолжают ходить в мечеть и веруют в Ишуа Мессии. И соблюдают мусульманский нормас, и соблюдают мусульманские традиции. Помните, я вас учил, что надо отличать традиции, да? И надо отличать веру. Вера, традиции и что политика. Три составных части религии. Вот поэтому, с одной стороны, рождение Измаила – это была трагедия. С другой стороны, я думаю, что рождение Измаила и дети Измаила тоже является благословением. Как это ни странно, потому что они тоже дети Авраама. Хотя и не дети по обетованию. Но все равно они дети его. Бог любит этих детей. Бог любил Измаила. Давайте рассмотрим это. Бытие, берешит 16 глава, 3-й, 4-й стих. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь. И по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, дала ее Аврааму, мужу своему, жены. Он вошел в Агарь, она зачала. Маккэрри рассматривает здесь 7 шагов к трагедии. Первый шаг, видите, Сара потеряла всякую надежду на то, что Божие обещание будет исполнено. Сколько прошло? Где-то лет 30 прошло, правда? Лет 30 прошло, после того и уже в Саре под 90, да? Сколько за 13 лет родился? На 13 лет родился, если Саре было 90, Аврааму было 100 лет, да, когда родился. Исхак, это было на 13 лет раньше, можете посчитать, сколько лет было Сары. Ну, тоже же бабушки под 80, да? И думаю, что же мне теперь делать? Вот, и решила. Да? Вот, Господь, Сара подумала, Господь говорил с моим мужем, но не говорил со мной. Мое время уже прошло, я не в том возрасте, когда рожает детей, что же мне делать? И она советует мужу войти к служанке ее, и к египтянке по имени Агарь. И говорит, я буду иметь детей от нее. Итак, первый шаг, это она теряет свою надежду. Никогда не теряйте надежду, да? Некоторые женщины выходят замуж только для того, чтобы выйти замуж. А потом имеют очень много проблем от этого. Если вы верите, что Бог для вас кого-то предназначил, значит, ждите, ждите свой шанс. Бог никогда не спешит, но он никогда не опаздывает, правда? Второй шаг. Скажите, где-то было, что она посоветовалась у Господа. Ничего она не посоветовалась у Господа. Она взяла, делала в свои руки, и делала это абсолютно самостоятельно. Сделала это, не посоветовавши Господу, взяла, делала в свои руки. Это второй ее неправильный шаг. Третий шаг. Агарь, увидев, что она зачала, стала презирать Госпожу свою. Это, видите, третий шаг, гордость и соперничество. Вместо того, чтобы Агарь родила и ребенка отнесли к Салле, да, это получилось чем-то, ну, вроде похожим на вот как либератский брак, помните? Некто по имени Анан не хотел восстановить семя брата своему. Тут проблема не в ананизме, а проблема в Анане, потому что он не хотел восстановить семя брату своему, да? Вот так же и Агарь не хотела, чтобы эта родившаяся принадлежала Саре. Она хотела, чтобы это родившаяся принадлежала Аврааму и ей. А раз Саря не способна, а я способна, Стало быть, я лучше ее, да? Вот отсюда и возникло соперничество. Итак, третий шаг и третья проблема – это соперничество. Четвертый шаг. Смотрите, интересно. Сара решает сама. А почему-то в этом обвиняет Авраама. Ну, так все жены делают. Кто жены, скажите, так вы делаете? Или кто женатый? Постоянно, у меня такая проблема бывает. У кого нет, да? Да, то есть, видите, она решила сама, но обвиняет другого в своей ошибке. И я говорю, да этот змей вот этот. Вот чтобы он мне там не дал бы, я бы ничего. А этот говорит, да вообще, если бы не женатый, я бы такой хороший был, такой белый и пушистый. Но ты сам, Господь, виноват. Смотри, кого ты мне дал, жены. Ты только посмотри на нее. Змеюка под колонной, кого я на груди прогрел себе. Вот так вот и получаются семейные проблемы. Правда? Вот так и Сара думает, какую я гадюку себе на груди прогрела. А Агаль начинает выпендриваться. Да? И что же делает Сара? Рогает себя. Ай, дура я, дура. И понадеялась я на ту Агаль. И вот, виноват в всем Авраам. И она ему заявляет, в обиде моей ты виновен. И Господь пусть будет судьей между мною и между тобой. А Господь сидит и думает. А при чем тут я? Правда? Интересная ситуация. Ну, вот вы все представьте, я хочу, чтобы у вас Тора была живой. Так как она есть. Итак, четвертый шаг, это что? Обвинение другого в своей ошибке. Авраам. Пятый шаг, он не советуется с Господу, а умывает руки и отступает в сторону. Ну, вот, служанка твоя в твоих руках, и делай с ней что тебе угодно. Да? Это твоя проблема. Да? Делай с ней что угодно. Итак, пятый шаг, это отказ взять за себя ответственность. Да? За этого ребенка. Многие мужчины не хотят взять на себя ответственность за такого ребенка. В конце концов, конечно, кто Агаре сделал ребенка? Авраам, да? Но подзудила его к этому Сара. А он же не против был? Ну, знаете. Я же не знаю. Пятый шаг. Авраам, значит, не берет на себя ответственность за ребенка и все происшествия. Ну, и шестой шаг. Саре, значит, развязали руки. Да? И Сара стала притеснять Агаре. То есть, насилие, крушение надежд, горечь, амбиции, обиды. Вот этот плод, который пришел в жизнь Авраама. Да? И, может, шестой шаг ответить, это гнев и действия, которые бесчестят другого человека. Вместо мира, вместо добра, вместо наследника они получили, что? Кучу проблем. И седьмой шаг, наконец, Агарь бежит от Сары. Если бы Агарь была верующая в Иешево Мессии, она бы покаялась перед Сарой, отдала бы ей ребенка, да? Сказала бы, мы по договору говорили, что этот ребенок будет твой. Вот, а я продолжаю оставаться твоей служанкой. Ну, вы знаете, как вот американцы, я там сижу и слушаю. Люк, 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 люк. Это лука. У меня складываются стихи. Аборигены не считали люка, и потому без лука съели кука. И поскольку Сара тоже люка не считала, она не кается, правда? То есть, Агарь. Агарь люка не считала, она не кается перед Сарой. И в результате, что она совершает? Бегство, да? Если нет какой-то разрешения проблемы, то лучше всего сбежать. Ну, вы знаете, что сбегаем и уносим эту проблему с собой. Поэтому проблему в лице Измарила она взяла с собой. Правда? И Господь наблюдает за всем этим. И вы знаете, что Бог любит Авраама, Бог любит Сару, Бог любит Агарь, и Бог любит Измаила. И Бог смотрит на них и долготерпит. И вот интересно, что Бог дает имя ее будущему сыну. Имя Семита очень имеет большое значение. Вы знаете, что в семитской культуре значение имени очень важно, да? Но у нас в русской культуре как-то не принято. Мы не знаем, что такое слово Борис означает, борец, например. Да? Мы не знаем, как переводятся наши имена. Но слово Ишмаэль означает, услышал Бог или Бог слышит. Какой еще пророк носил такое имя? Самуил, да. Самуил. Ишмаэль означает, услышал Бог или Бог слышит. Ну, в арабском произношении более жесткое произношение. Ишмаэль, 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 и Бог не бросает, не бросает Агайя. Агайя бежит, она остается в пустыне, и она остается без воды, да? И вдруг открывается колодец, колодец воды. И она назвала это место источником живого, видящего меня. И Бог что говорит ей? Вернись. Вернись и покайся, да? И она возвращается обратно к своей госпоже. И она послушалась Бога и покорилась Саре. И в этой книге уже звучит ислам. Потому что там употребляло то же самое слово, да? Смирилась. Салам. И означает подчинение. То есть слово ислам уже заложено в этом стихе. Когда Бог ей сказал, подчинись, да? И салам. И салам. Смирись, подчинись. Отсюда слово какое? Ислам. Происходит. И пойди обратно и стань покорной. Можно даже перевести как стань мусульманкой. Говорит Господь для Агарь. И Господь относится к ней с великой любовью и состраданием. И как вы думаете, Авраам оставил так вот сына? Он любил его, правда? Он обучал его. И вот уже для сына возникает возраст, который мы говорим, бар-митсва, да? И вот бар-митсва. И вот когда Аврааму было 99 лет, а Саре 89 лет, а Измаил уже кто? Бар-митсва, да? Господь вновь является и подтверждает свой завет с Авраамом. И Господь изменяет имя Авраам на кто? На Авраам. На Авраам. И рождается кто? Исак, да? Можно сказать, насмешка или смех. Ирония судьбы, если можно так сказать. Потому что у престарелого Авраама не мог никто родиться. И у Сары никто не мог родиться. И когда Саре сказали это, ну, она начала уже. Говорит, ну, ты что? Иго-го-го. И начала смеяться. Даже ангелы не смотрят. А Сара, оказывается, смеется. Но ничего, посмеется. Хорошо смеется, тот, кто смеется последним. Сказал ангел Саре. И через 9 месяцев родился ребенок. Да, через год уже давно было посещение. Через год родился ребенок. Хорошо. Итак, Ицхак, смех. И опять возникает проблема. Агарь начинает претинговать на первородство для своего сына. И Измаил уже начинает тоже говорить, да? Что он становится главным. И опять получается. Бытие 21.10 говорит, выгони эту рабыню. И сына ее. Ибо не наследует сына рабыни. Все с сыном моим Исааком. Скажите, это означает, что Измаил был лишен спасения? Это просто означает, что для Измаила было другое благословение. Так же, как с Иаковом и Исаавом. Было определенное благословение для Иакова. Да? Было определенное благословение для Исаава. Вот. И Бог тоже дает благословение и план жизни для Измаила. Бытие 21.12.13. Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Ибо высокий насчет тебе семя. И от сына рабыни я произвину в великий народ, потому что он семя твое. Итак, разве Бог сказал, что семя твое только Исаак? Ну, и Измаил тоже семя твое. Только обетование и план Божий. Один для потомков Исаака. И другой для потомка Измаила. Но он тоже семя Авраама. Вот. Только важно, чтобы вера была выше решения плоти. Да? Вот. И Авраам, друг Божий, верит Господу. И снова повторяется история. Да? Вот как будто бы один раз повторялось. Но на этот раз. То Агарь сама сбегала. Да? А теперь уже Агарь уходит. Уходит уже с обрезанным ребенком. Вы знаете, что в 13 лет делают обрезание, да? Сейчас в некоторых исламских культурах в 7 лет делают, чтобы меньше травмировать. Но в 13 лет обычно делают обрезание ребенку. И Измаил уже был обрезанный или не был обрезан, когда ушел? Уже был обрезанный после того, как второй раз. Значит, он уже был в завете Божьем. Он был уже в завете Божьем. И вы знаете, что обрезание, да, это символ завета Авраама. Поэтому те, кто принимает обрезание, и ислам принимает, да, они тоже находятся в завете Авраама. Другое дело, что завет Магомета, но он не совсем такой, как завет Авраама, но Магомет говорил, что он проповедует Бога Авраама, Исаака и Якова. Как он проповедует? Как говорил Павел, некоторые проповедуют нечисто. Но это уже на совести самого Магомета, да? Но завет все равно остается. И вновь появляется колодец с водой, да? И вновь появляется колодец с водой. И дальше написано, Бог был с отроком, и он вырос. До 13 лет кто был с отроком? Авраам. А с 13 лет кто был отцом Авраама? Этого, Измаила. Бог. Оказывается, Бог усыновил Измаила. Он не просто не отверг его, он усыновил его. Отметьте, это важная деталь. Правда? А вы знаете, что выше считается? Родство просто так? Или усыновление, да? Усыновление, оно еще выше. Потому что усыновление, это величайшее проявление милости Божьей. Правда? Мы же говорили, есть, которые дети Божьи по обетованию, да? А есть по милости Божьей. Помните книги Римлян, которые еще больше радуются. Да, в 13 лет, получается, ну, чуть позже 13, уже 14 где-то лет ему было, фактически он был усыновлен Богом. Правда? Отец его оставил, а Бог его усыновил. Поэтому это еще показывает вопрос восстановления разорванных связей. Знаете, у кого из вас были такие отношения с отцом, что он бы думал, лучше бы у меня отца не было? Ну, я первый поднимаю такую руку, честно говорю. Если бы не мой еврейский дедушка, я бы никогда не познал, да, что значит быть действительно с отцом и кто такой отец. И я бы не мог быть отцом для моего ребенка, а он бы не мог быть хорошим отцом, наверное, для своих детей. Да? Правда? То есть моим отцом фактически был бы мой дедушка. Можно сказать, что дедушка усыновил меня, да? Потому что от моего отца я только знал оскорбления, он постоянно ко мне относился как к никчемному, ненужному существу. Он постоянно от меня требовал, как бы я ни старался, он от меня требовал, поднимал планку еще выше. И говорю, ну ты это сделал, да, а потом началось, ну так-то, так-то, так-то. А ты можешь сделать лучше, а вот так-то ты не сделал. Вот иди и делай. Вот ты такой вот, понимаете? Я всегда встревелся с синдромом отличника. Это я полжизни, полздоровья своего, наверное, на это потратил. Абсолютно бессмысленно. Надо жить и радоваться жизни, да? Быть с Богом. Остальное мне приносится, как говорится, правда? Вот. Старайтесь тоже избегать вот этих синдромов, стрелиться с совершенством. И тоже Бог взял, да, на попечение отверженную женщину. Взял отверженного ребенка на попечение, и Бог взял отверженную женщину. Он дважды посылал ангелу служить им и спасать их жизнь. Он дал из могилы прекрасное имя и был с ним, пока он не вырос. И Бог говорит, да, и Бог говорит, что произведет от Измаила великий народ. И вы знаете, что не должны быть соперниками Измаил и Исаак, да? Они должны быть братьями друг к другу. И тут уже вопрос идет примирения. Вот интересно, что, вы знаете, в исламе Ишуа вообще умыляется до простого пророка, а Мухаммед считается превосходящим Ишуа. И вот корни этих проблем как раз исходят из тех корней, которые распадают в семье Авраама. У детей Измаила комплекс неполноценности, горечи, да, и ненависти. И если весь мир завидует сыновьям Исаака и Иакова, то насколько завидуют сыновьям Исаака и Иакова дети Измаила, правда? Но не должно было так быть. Вот как Бог говорит о примирении Агарь. Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Бытие 16.8. Откуда ты пришла и куда ты идешь? Это чем-то похоже на вопрос, который Бог задавал Каину, да? Где твой брат Авель? Или он задавал вопрос Адаму. Где ты, Адам? Откуда ты? И куда ты побежал в кустике? Почему ты от меня прячешься в кустах, правда? Где ты? Откуда ты пришел и куда ты идешь? То есть мы должны четко знать, откуда мы пришли и куда мы идем. Если мы слишком гордимся тем местом, откуда мы пришли, то лучше нам из этого места не выходить. Правда? И если мы не знаем, куда мы идем, то нужно просто остановиться и спросить Бога. А здесь сам Бог задает этот вопрос. И она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. На что этот ответ похож? Ну, какой пророк бежал тоже? Иона, да? Бежал. То есть ионы не было позитивного мышления. Он не говорил, я еду в Испанию для какой-то определенной цели. Он говорит, я бегу от лица Бога. Вот и Сара так не говорит, я еду в Аравию, там организую Мекку, Медину, родится пророк Мухаммед. Она просто говорит, я бегу от лица госпожи своей. Бытие 21. 17-18 говорит, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. Вот видите, какая большая любовь Бога не только к Измаилу, да? Ну и к Агарь. И если вы кажетесь себе покинутой Богом женщиной, отверженной женой, брошенной, да? С детьми, то вы вспоминайте, к примеру, Агарь. Правда? Бог, даже Агарь, который не был еврейкой, который не слушался Сары, которая упрекала Авраама, да? Которая настраивала своего Измаила против родителей, против Сары Авраама и против своего брата. И все равно Бог ее любит. Удивительно, да? Она представляла большую ценность в глазах Божьих. Не только Авраам представляет свою ценность как орудие Божие, да? Но даже те люди, которые кажутся нам незначительными. Незначительные. Ешуа говорил, не пять лет малых птиц продаются за два Сария. Ни одна из них не забыта у Бога. А воз и волосы на голове сочтены. И так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Ну, это можно так перевести. Вы дороже даже воробья. Да? Луки, 12 глава, 6-7. И помните еще одна отверженная женщина, Самарянка? У которой было пять мужей, но никто ее не любил. И в конечном счете она была одна, и она стыдилась даже подойти. К кому-то, потому что в полдень идти набирать воду, это нужно было додуматься, понимаете. Жара там такая, да? И никто больше к колодцу не подходил. Только там оказался Ешуа. В самый жаркий полдень, да? Возле колодца. Вовремя. Бог, который видит меня. Правда? Вот такая интересная параллель. И женщина-самарянка, помните, сказала, что он сказал мне все, что я сделала. И Бог тоже открыл глаза Агаре. И она увидела колодец с водой, которая дала жизнь ее умирающему сыну из мыла. Знаете, до сих пор паломничество мусульман есть к этому колодцу, который находится там. То есть, паломники, как бы, повторяют историю. Они отправляются в хадж такой, между холмом Асафа и Аль-Марва. И кульминационный момент наступает, когда паломники собираются у колодца Зам-Зам, где пьют воду в память о милости Божьей к Агаре. То есть, Зам-Зам это, как бы, колодец воды животворящей. Да? И еще есть тот колодец. Хорошо. И Измаил – часть семьи Заветов. Потому что и Измаил, и Авраам – члены одной семьи. Были они обрезаны в один и тот же день. И помните, когда Авраам сказал, «О, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим». Бытие 17 глава, 17 стих. И Бог говорит, «И Измаиле я услышал тебя». 17 глава, 20 стих. «Вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родится от него, 12 патриархов, 12 колен Израилев, 12 князей родится от него. И я произведу от него, да, великий народ. И я произведу его, от него великий народ. И Саре там тоже, он говорит, и по поводу Сары он тоже говорит, «Не огорчайся ради отроки, рабыни твои. Во всем, что скажет Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя, и от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твоего». Бытие 21, 12, 13. Итак, видите, обетование семени, обетование великого народа. Интересно, что говорит Коран об этом. В Коране несколько раз упоминается Измаил, причем Измаил там упоминается выше, чем Исаак. И некоторые вещи связаны с ежегодным паломничеством Мекку. И имя часто встречается наравне с другими патриархами. Вот что говорится в Коране об Измаиле. «Вспомнив книги Измаила, поистине он был правдив в обещанном и был посланником пророком. Он приказывал своей семье молитву и милостыню, и был у Господа своего угодным». Соответствовало это? Представьте себе, он был угодным угодным. Как вы думаете, Измаил учил своих детей поклонению Бога Авраама Исаака? Он учил и заповедовал об Рязани. В другом месте Корана Мухаммед цитирует Авраама и Измаила и определяет Каабу как центр паломничества мусульман. «И вот сделали мы этот дом сборищем для людей и надежным местом. И возьмите себе место Ибрагима местом моления». Оказывается, Мекка – это место Ибрагима, Авраама – место моления. «И заповедовали Ибрагиму, Аврааму и Измаилу – очистите мой дом для совершающих обход и пребывающихся, и поклоняющихся, и падающих ниц». Еще я тоже говорю – очистите мой дом, чтобы мой дом был домом молитвы. Кстати, вы знаете, что камень Кааба, вот это сам камень, под словом Кааба иногда понимает сам камень, он черного цвета, это метеорит, и он разбит на части, а потом скреплен металлическими железными скобками. Я лично верю, что первоначально, когда были уничтожены все идолы, и этот камень был уничтожен как идол, но потом, возможно, даже сам Магомед решил, что нужен какой-то центр для поклонения. И скрепили скобками, да? Потом еще есть кубические формы, кубической формы, ну, как сказать, местилища для этого, камня. И вы знаете, что там под куполом нарисована в центре большая звезда Маген Давид и обравление других звезд Маген Давид на черном фоне с золотым цветом. Но заметьте, что интересно, если так подсчитают Каабу и святой камень мусульмане, почему они в него кидают камнями? Ну, вот я же не хожу, не кидаю в православных камни. Одержимые. Но я думаю, что это, видите, тоже. Видимо, это было какое-то поклонение камням, да? Какое-то поклонение камням. Каабу разбили и начали закидывать его камнями. Но потом вот эта традиция осталась, видимо, в исламе, потому что выгоднее создать место паломничества, правда? И современный ислам, он очень отличается от того ислама, который был первоначально. И паломничество совершается в память об Измаиле. Самое большое празднество ислама, Ид Аль-Адха, совершается в заключении паломничества. Каждый мусульманин принимает участие в жертвоприношении какого-нибудь животного. Овцы, козы или верблюда. Верблюд у них тоже считается кошерным животным. Это уже у Моисея, он сказал конкретно, как не кошерный, да? Но верблюд жвачку жует? Живет, стало быть. Посчитали, что он кошерный, да? Вот. Больше. И жертвоприношение в память об Аврааме, который с готовностью отдал своего сына Богу. Причем, интересно, что большая часть мусульман почему-то верит, что это был Измаил. Хотя Библия ясно указывает, что это был Исаак. Жертвоприношение совершается одновременно во всем мусульманском мире, как паломниками Мекки, так и всеми исповедующие ислам. Дома соединяем мысль на всех мусульман с ее Авраамом и Измаилом во время этого памятного торжества. И каждый знает, что эти события произошли не в Мекке, а где? На горе Мария. Да, в настоящее время на горе Мария тоже находится большая святыня. Мечать Аль-Акса, да? И если эта мечать будет разрушена, тогда будет восстановление храма. Пока не разрушена эта мечеть. И пока, вы знаете, евреев на храмовую гору не пускают. Говорят, что там, на том месте, где стоял жертвенник, находится камень, да? И в камне этом есть отпечаток копыта коня, который, так сказать, катапультировал на седьмое небо Мохаммеда. Хотя Мохаммед там не был в Иерусалиме и не был в этом храме. Хорошо. Видите, как интересно. И как происходит? Небесный Отец Первый услышал плач ребенка по имени Бог Слышит. Звенящая тишина десятка тысяч мечетей и такомонотонные голоса верующих мусульман на распев повторяют. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммед пророк его. В расском подражании своему пророку они произносят эти слова, а сердцем взывают к Богу. Это я цитирую книгу Слово на обед Авраама, да? Исцеление Слово на ветви. Тима Авраама, Исцеление Слово на ветви. Они произносят слова и сердцем взывают к Богу, чтобы Он засчитал им их вестительные молитвы в судный день. Невдалеке в тени мечети у могилы умершего святого рыдает дочь Измаила. С верой распространяется на священной могиле, надеясь на благословение, таким образом сойдет за нее. Затем, проводя руками по лицу и груди, она взывает «О Боже, услышь мою молитву». Суфи ритмично раскачивается зад-вперед, повторяет новое слово «Аллахуа». Аллахуа означает «Бог жив». Повторяют они десятки тысяч раз, пока каждый моющий не достигает состояния экстаза. И тогда, как его учили, он соединяется с Богом. В джунглях явы тоже слышен прозрительный крик. И никакие обрядовые молитвы мусульманских молний, какая кровь жертвенных животных, и принесенных модельнических заклинаний не избавили дочерей и сыновей Измаила от бесовских мучений. Это без помощи вопль. В Равалахе не Рахель, но уже Рифат плачет о своих детях, которых нет. Их уничтожили израильские снаряды. Там пыльных дорогах с западного берега реки Иордан. Бессмысленное кровопролитие. Это вопль о справедливости, о правосудии. Вопль старый как мир. Когда Господь все земли рассудит по правде. Не только в Палестине, но в Кувейте, Ливии, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Эфиопии, Эритреи, Сомали, Судане, Чад. Сотни тысяч беженцев в разных лагерях. Беженцы из Бангладеш, из Индии, из Египта, из Ажира, Туниса, Марокко. Бесконечен вопль детей Измаила, обращенных к Богу. Где ты, Бог? Слышит ли Бог? Да, Измаил, он назвал этого лишнего ребенка, Бог слышит. Он слышит. Господь, сделай так, чтобы мы могли слышать. Так пишет автор этой книги. И еще говорится о характере Измаила. Он будет как между людьми, как дикий осел. Бытие, 16 глава, 12 стих. Он между братьями, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить он будет перед лицом всех братьев своих. Видите? И это оправдывается. Как дикий осел, как дикий, непокорный Богу осел. И руки всех на нем, и руки его на всех. Вот он, джихад, да? Вот он действие. Вот исполнение божеских пророчеств. И вы знаете, в действительности, я вам скажу, примирение будет только единственным случаем, когда придет Машех. Но уже и сейчас мы можем служить этому примирению, проповедуя мусульманам. Проповедуя мусульманам Иисуа Мессия. И мы не должны его проповедовать, как Иисуса, противопоставляющегося Магомету. Мы его продолжим проповедовать, как брата Измаилы, и как истинного Бога, как истинного Господа по обетованию. Правда? Происшествия от Исаака и Иакова. Ну, что знают о мусульмане Иисуа? Они знают. Но для них Иисуа только пророк. И эта проблема была та же самая, что и для Израиля. И сейчас многие израильтяне верят, что Иисус только пророк, только хороший человек, правда? Который, да, но не есть Бог и не есть Господь. И если говорить о дикого сле, еще вспоминается Иов 39 глава 5 стих. Кто пустил дикого осла на свободу? Кто разрешил узы анагру, которому сепья назначил домом и солончаки жилища? Он посмеивается к городскому галюсту и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякой зеленью. Пойдите в Афганистан и увидите ту же самую картину сейчас. Правда? И кто там был, может вспомнить. Точно так она существует. Точно так она исполнена. Измаил сохраняет среди других потомков Авраама наиболее независимое положение. И Мухаммед был тоже потомком Измаила и тоже потомком Авраама. И он говорил, что он проповедует религию Авраама. Коран, вторая сура, 129 стих, называет свою религию религией Авраама. Религией Авраама. Хорошо. Если вот захотите, можете такую таблицу дочертить. Видите? Авраам, отец многих народов. В оригинале Гаим. Да? И есть деление как? По плоти и по духу. Да? Есть по плоти и есть духовные дети. Есть через Измаила и есть через Исаака. Через Исаака по плоти это кто? Евреи по плоти. Да? Да. Хорошо. Есть еще неевреи по плоти, принявшие завет Моисея, караимы, эфиопы, самаряне и другие народы. По плоти, потому что делают обрезание плоти. Да? Вот. А есть по духу. И по духу это не просто церковь и не просто, как мне не нравится такое выражение, духовный Израиль. А как-то у нас заварили мивинов. И там написано, курица с лапшой. Говорю, вот это вам. Духовная курица с лапшой. Пахнет курицей? Извините, но курицы там нет. Вот, когда вы туда курицу положите, вот тогда будет настоящая церковь. И евреи, да? И не евреи. И это будет подлинный духовный Израиль. Потому что, если говорят духовный Израиль по отношению к церкви, я еще раз говорю, мне этот термин не нравится. Я его понимаю, но термин этот мне не нравится. И тоже есть духовные дети, да? Дети, которые... Дети Авраама и Исаака, и дети, которые из других народов. Но по духу Миши и Шоа. А через Измаила, по плоти, это кто? По плоти арабы. Да, арабы, так? Вот, а также по духу, по духу Измаила. Это арабы, принявшие благословение Измаила. Не арабы, принявшие благословение Измаила. Турки, иранцы, курды и другие, да? Но, если мы будем говорить о духовном Израиле, мы можем присоединить всех мусульман, как плотских, так и духовных детей из Муила, если они примут Ишио Мессия, да? И я думаю, тогда именно... Не-не-не-не. Израиля, как семьи, и восстановление семьи Авраама будет тогда установлено. Хорошо.